уважаемые рыбы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таров с вами ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 7 по 13 февраля включительно что вас ждет в этом периоде события этой неделе мы рассмотрим в общем ее самые основные моменты о которых вам нужно знать касающиеся работы внешнего мира взаимодействия с другими людьми рассмотрим и вашу личную жизнь финансы возможные вложения кредиты долги для тех для кого это актуально возьмем карты которые расскажу также и о скрытых факторах в этом периоде в раскладе будет участвовать и карта основного совета но на этой неделе это будет не обычный совет а совет будет от ваших духов предков и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания та карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт и ответит на ваш вопрос можете думать сейчас о своем желании желание должно быть всего лишь одно а я напоминала что вы можете смотреть это таро прогноз как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту несмотря на то что расклад общий вы можете в нем найти для себя очень много важной и полезной информации и избежать определенных ошибок по каждой карте я стараюсь озвучивать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию колода настраивается сейчас на вас на ваш вопрос думайте о своем желании кому нужно больше времени нажимайте на паузу а я продолжаю и так ваша первая карта уважаемые рыбы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к чтению вашего расклада хочу сказать о самых основных моментах которые вас будут беспокоить больше всего в этом периоде на что делает акцент ваш расклад больше на финансы то есть в этом периоде нужно больше внимания обратить текущим делам связанным с работой но конечно само собой семейные бытовые хлопоты тоже никто не отменял из-за денег может быть напряжение или если правильнее сказать из-за того что где-то этих денег может немножечко в этом периоде не хватать и приходится выкручиваться но то что я вижу по раскладу вы удачно сбалансируете своими деньгами и своими возможностями ваш расклад начинается с короля чаш и если говорить о мужчинах рыбах эта карта показывает вас собственной персоной конечно как человека очень творческого человека независимого от мнения окружающих хотя для многих вы можете быть прекрасным другом прекрасным собеседником но у вас на все есть свое мнение своя точка зрения и вы умеете отстаивать свои позиции эта карта говорит о том что всю эту неделю вы уже наперед попытались в своей голове распланировать то есть у вас есть четкий план последующих действий согласно которого вы будете придерживаться но несмотря на то что нужно акцентировать внимание на дела и на работу все-таки чувствуется то что хочется больше отдыха развивать себя в каком-то творчестве может быть у вас есть хобби и увлечения и вы также думаете и об этом важно теперь все это совместить вы нравитесь очень многим женщинам и вы об этом прекрасно знаете поэтому то что касается личной жизни здесь все в ваших руках если говорить о женщинах карта короля чаш может показывать любого вашего друга мужчину с которым вы близко в этом периоде будете общаться для кого-то это может быть супруг для кого-то сын для кого-то дядя это может быть и друг из внешнего мира или коллега по работе но я вижу что этот человек к вам привязан и с этим человеком вы решаете очень многое то есть обсуждаться может и ваша личная жизнь и текущие ваши дела в том числе и хобби увлечения с этим человеком вы также может быть обсуждать и свои хобби и увлечения общий запас энергии у мужчин по первой карте прекрасный и вы в начало этого периода входите очень уверенно полны сил и хочется конечно же жить если говорить о мужчинах то общий запас энергии у вас великолепные карты показывают хорошее здоровье даже если ранее у вас были определенные недомогания я вижу что вы за собой смотрите если говорить о мужчинах и вы способны свое здоровье улучшить если говорить о женщинах вот как раз ту самую уверенность вам может придавать именно этот мужчина который будет рядышком с вами и возможно об этом мужчине вы думаете или на этого мужчину в чем-то надеетесь 2 карта для вас выпала карта пажа монет эта карта может также показывать все материальное карта говорит о том что будет очень много трат по мелочам мелких расходов но эта карта тоже вашего позитива трудолюбия старания усердия и вы понимаете что очень много в вашей жизни зависит от вас несмотря на то что есть родные люди есть друзья эта карта тоже показывает и ваш характер и где-то даже вашу педантичность в мелочах также эта карта говорит о небольших поступлениях финансов все-таки деньги ко многим из вас идут и вы эти деньги можете использовать по назначению то есть на текущие расходы по идее денег должно хватать но их не так много как хотелось бы в центр вашего расклада выпала также финансовая карта и это двойка монет вот эта карта той самой рутины суеты повседневных забот возможно кто-то по этой карте совмещает основную работу с подработкой но по крайней мере для вас это интересно многие из вас могут быть способными учениками и получать в любом возрасте дополнительное образование и папажу монет возможно кто-то даже уже сейчас чему-то учится и для вас важно если есть основная работа везде успеть но я вижу что будет получаться актуальна тема в этом периоде и ваших детей и внуков для тех у кого дети есть потому что на этой неделе им уделяется очень много времени так как ваши дети вышли на основные события всего этого периода карты говорят о том что вы должны в своих детей вкладываться если дети маленькие или подростки помогать им в учебе и в образовании если дети взрослые то у них данном периоде тоже могут быть определенные небольшие финансовые затруднения но я вижу что ваши дети не ждут того чтобы вы особо им чем-то помогли а больше рассчитывают на себя но конечно помощь родителей никогда не бывает лишней это само собой теперь рассмотрим что происходит у наших семейных пар в ваших домах ваших отношениях для вас упала карта туза монет и карта семерки жезлов замечательная карта туза монет говорит о счастливых возможностях в этом периоде что-то в семье изменить в лучшую сторону то есть если говорить лично о вас независимо кто меня смотрит мужчины рыбки или женщины вы стремитесь к тому чтобы в доме был комфорт и уют и вы его создаете если говорить о вашей второй половинке почему-то он или она может что-то воспринимать штыки почему-то все время боится того что в очередной раз ему или ей вы будете предъявлять какую-то претензию почему-то считают что вы в чем-то неправы и может в чем-то яростно защищать свои позиции поэтому могут возникать споры даже если у вас есть какая-то новая идея которая нравится вам это не значит что она понравится вашей второй половинки хотя в общем то вы для него или для нее как счастливый шанс но скорее всего ваш партнер этого до конца не оценил или партнерша несмотря на то что боится каких-то ваших нападок упреков все равно вижу что есть ревности и в то же время вашему партнеру нужно свое приватное пространство в которое он вас или она не всегда впускает вот что интересно по этим картам то есть карты полны противоречий но тем не менее вы вместе скажу вам так то как будут развиваться ваши отношения полностью зависит от вас потому что карта счастливого случая выпала именно для вас теперь посмотрим что происходит у наших свободных рыбок вашей личной жизни и женщин и мужчин для вас выпала карта короля монет карта девятки монет и карта четверки монет три карты монет все карты материальные они сто процентов говорят о том что многие из вас могут неплохо заработать даже улучшить свои финансы это говорит о том что у тех у кого есть основная занятость будет очень много работы и выгодных заказов от которых вы не сможете отказаться карты предвещают вам безбедную жизнь и возможность даже накапливать и в чем-то совершенствоваться я вижу довольство жизнью если говорить о женщинах то рядышком с вами будет мужчина который во многом вас поддержит это может быть мужчина с которым вы связаны работой делами но для кого-то это может быть и ваш возлюбленный если вы с кем-то на сегодняшний день встречаетесь отношения ваши могут быть стабильные вы оба большие собственники по натуре во многом вы друг другу подходите но где основная эмоция где любовь здесь больше все построено на финансах на материальном вы знаете цену деньгам и вы умеете трудиться я не вижу чтобы вы бездумно на что-то тратили деньги или куда-то их по бестолковому вкладывали но иногда хочется шикануть и я вижу что вы готовы тратить деньги на что-то дорогое или для вас приятное для тех кто еще не встречается если говорить о женщинах вашей жизни может появиться мужчина вот такой как этот король монет мужчина обеспеченный и скорее всего вам для этого не нужно куда-то ехать за границу или знакомиться на сайтах этот мужчина где-то может быть и рядышком с вами в рабочей деловой среде вы где-то можете пересекаться и решать вместе какие-то общие деловые вопросы если говорить о мужчинах свободных рыбках конечно для вас важны чувства но вам также хотелось бы чтобы ваша женщина зарабатывала с вами наравне и и вам нравятся независимые особы вернемся к нашей центральной карте так как эта карта основных кармических задач в этом периоде эта карта говорит о большом общении умение со многими людьми находить общий язык балансировать в любом общении с разными людьми со сложными характерами то есть не всегда со всеми приятно общаться или хочется но в силу работы или еще каких-то причин общения нужно многие из вас вижу что находятся в состоянии постоянной конкурентной борьбы вам всегда хочется быть лучше чем кто-то хочу заметить что у вас есть и скрытые враги которые как бы следят за вами из-под тишка люди которые за вами наблюдают со стороны возможно вы об этом не знаете но а теперь возьмем дополнительные карты для всех тех у кого есть основная занятость хотя по раскладу я вижу что доходы поступают деньги все равно есть возможно даже кто-то из наших семейных пар хотел бы начать какой-то или свой бизнес или свое дело или вы хотели бы что-то запустить на дому у вас могло бы получиться но мешает во многом ваша вторая половинка своим несогласиями или проявлением своего характера на дополнение для вас выпла карта пажа чаш и эта карта творчество она может говорить о том что многим из вас нравится то чем вы занимаетесь но вам хочется чего-то еще вам хочется раскрываться и развиваться дальше такие возможности по вот этой карте у вас будут если вы не будете ждать того что что-то будет меняться само собой потому что эта карта все-таки говорит о мечтах но вы не пытаетесь их воплотить в жизнь может быть потому что сейчас на это просто может не хватать времени но если вы вы действительно чего-то захотели я вижу что был бы рядом с вами тот человек который вас во всем бы поддерживал человек на которого вы могли бы рассчитывать и для вас выпала замечательнейшая карта императрицы поэтому если говорить о женщинах эта карта говорит о том что и в основной работе будет порядок будет развитие на дальнейшее будущее я вижу что вы можете достичь гораздо большего и лучшего уровня и даже еще пробовать себя в новых или дополнительных направлениях которые одновременно могли бы совместить и приносить пользу обществу людям многие женщины имеют хорошие организаторские способности поэтому если кто-то до сих пор работает не на себя а на кого-то подумайте о своем собственном деле о своем бизнесе у вас могло бы получиться если говорить о мужчинах то в основных делах вашим курсором и вашим путеводителем будет женщина и это та женщина скорее всего которая является для вас номером один не обязательно что с этой дамой вы пересекаетесь в работе хотя это может быть и ваша непосредственная начальница или коллега но это может быть и женщина из внешнего мира которая дает вам нужные и правильные советы возьмем дополнительную карту для тех кто в поиске работы и мы видим девятку мечей к сожалению эта карта говорит о том что в этом периоде работу найти крайне сложно и вам сейчас больше нужно подумать о своем здоровье карта еще показывает ваши страхи того что есть неуверенность в чем-то что вы чего-то боитесь девятка мечей может говорить о каких-то старых проблема которые не дают вам покоя но вы должны из вот этого состояния страха выходить потому что у страха глаза велики глаза боятся а руки и ноги делаю да то есть идем к своей цели давайте посмотрим что будет происходить с вашими финансами на самом деле и в дом денег для вас выпла карта старшего аркана отшельника она вас призывает к тому чтобы вы пересмотрели свои денежные позиции свои вложения возможно кто-то из вас недополучает прибыль только потому что вы кому-то идете на уступки кого-то жалеете входите в чье-то положение забывая о своих интересах возможно вам нужно пересмотреть ценовую политику поднимайте цены на свои услуги ваш труд дорогого стоит но многие этим просто пользуется так как карта отшельника может напрямую показывать учителя кто-то из вас действительно может вкладывать деньги в свое собственное образование или образование своих детей но исключительно для некоторых эта карта может показывать человека врача или психолога за помощью которого также вы может быть обращаетесь и на это тоже тратятся деньги если говорить о этой неделе эта неделя не сама благоприятна для того чтобы куда-то вкладывать свои деньги делать крупные инвестиции совершать крупную куплю или продажу воздержитесь до более благоприятных времен почему потому что даже если в этом периоде вы попытаетесь что-то провернуть скорее всего можете оказаться в убытке или в лучшем случае останетесь при своих интересах особо ничего не заработав то есть сделки ради общения это не серьезно вам нужно зарабатывать то что касается финансов работы скорее всего у вас есть очень много знаков вопросов которые накопились и я так полагаю что вы имеете какое-то дело вы что-то тянете во что-то вкладываетесь но отшельник уже говорит о том что вы о чем-то задумываетесь и что-то начинаете в своей жизни переоценивать и правильно потому что время пришло время переоценки ценностей многим из вас не помешало бы немножечко отвлечься от рутины суеты и повседневных забот и карта восьмерки жезлов предлагает вам путешествия дороги которые могли бы быть связаны с отдыхом или кто-то мог бы совместить приятное с полезным если есть недомогание по здоровью и отдохнуть и немножечко подлечиться конечно карта восьмерки жезлов говорит о огромнейших коммуникациях поэтому в гордом одиночестве на этой неделе скучать вы не будете эта карта говорит о том что очень много людей предлагают вам либо свою помощь либо свои услуги также как и вы свои услуги можете предлагать кому-либо кого-то заинтересовывать в том что интересно вам и эта карта встречных интересов также эта карта говорит о скорости и о том что вы куда-то будете очень торопиться и спешить возможно кто-то задумается и действительно поспешит изменить ценовую политику или что-то пересмотрит в основных текущих делах периодически я вижу вы можете поддаваться некоторым таким депрессивным состоянием но вы очень быстро будете из них выходить как раз вот благодаря вот этому самому общению из внешнего мира то что касается скрытых факторов скрытые факторы для вас была карта пажа мечей карта двойки жезлов и карта тройки жезлов в общем-то в скрытых факторах нет особо ярко выраженного негатива карта пажа мечей говорит о том что вы очень много нервничаете по мелочам но не совсем по мелочам скорее всего на что-то крупная глобальная масштабная вам все-таки не хватает финансовых вложений то есть те деньги которые могут быть у вас на сегодняшний день их все равно маловато для каких-то новых проектов о чем-то новом я вижу семейные думают карта пажа мечей говорит о том что вы очень много пытаетесь проверить в чем-то убедиться прощупать почву то есть на слово вам кому-то поверить трудно вы все должны перепроверить и правильно делаете я вижу что вам придет в голову важная мысль или правильное решение того как лучше поступить в любом случае чего бы вопрос не касался для вас есть как минимум два выхода из положения карты могут говорить о том что вы ждете важной информации издалека возможно вы с кем-то общаетесь на большом расстоянии посредством интернета возможно у кого-то есть родственники за границей или друзья карты могут просто говорить о том что вы пытаетесь заглянуть в будущее и уже сейчас для чего-то подготовить фундамент эти карты показывают ваш ум ваши аналитические способности умение здраво оценивать любую ситуацию со страны и быстро принимать важные решения поэтому по этим картам я вижу вы не пропадете но на завершение этого периода для вас выпала карта семерки мечей и эта карта говорит о том что выходные вы все-таки нервничаете вы как будто бы думаете или о своих врагах или о конкурентах возможно вы сами на кого-то будете злиться если именно в эти выходные вы куда-то направляетесь куда-то едете где-то будете отдыхать или с кем-то встречаться будьте внимательны в отношении своих личных вещей потому что эта карта может показывать воровство на бытовом уровне если вы куда-то уезжаете отлучаетесь усильте безопасность своего жилища эта карта говорит о том что все-таки завистнички у вас есть ну давайте теперь посмотрим совет от духов вашего рода и к нам сегодня пришла женщина это может быть чья-то бабушка чья-то мама чья-то тетя женщина которой давно нет но это особо можете являться вашим ангелом хранителем и покровителем женщина которая прожила очень непростую жизнь очень трудолюбивая женщина которая была прекрасной матерью и хозяйкой требовала порядка уважения но при этом была очень доброй и отзывчивой особой эта женщина говорит о том что в данном периоде основной акцент в особенности женщина все-таки нужно делать на работу и на карьеру то есть что-то личное пока отходит на второй план эта женщина вас призывает к тому чтобы вы на все имели свое мнение женщин рыбок чтобы были самодостаточными и стремились к независимости также эта карта вас призывает к накоплениям если говорить о мужчинах вот эта дама говорит о том что в делах и в работе вам нужно прислушаться к советам женщины с которой возможно вы непосредственно общаетесь но вот эта дама как ангел как ваш хранитель тоже вас от чего-то оберегает и видите не случайно в сферу финансов все-таки выпала карта отшельника карта размышлений у вас сейчас определенных сомнений и вот эта женщина пытается дать вам определенные подсказки то есть концентрация на материальном давайте посмотрим и сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта десятки монет и эта карта дает уверенный ответ да чем я вас и поздравляю эта карта семьи эта карта домашнего очага эта карта ваших близких поэтому она также говорит о том что ваши близкие вас в чем-то поддержат и в конечном итоге вам помогут желаемо вы получите с кем-то совместными усилиями карта хороша и для бизнеса и для любви и для семейной жизни если кто-то задавал вопросы связанные со здоровьем эта карта показывает выздоровление но то что нужно лечение скорее всего таблетированное лечение на дому но назначение вам будут давать очень хорошие специалисты поэтому лечение будет выбрано правильным для тех кого волновали вопросы здоровья уважаемые рыбки таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях подошла ли вам эта информация насколько она для вас была интересна и полезна подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих прогнозах всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok